Ну что ж, друзья, доброе утро всем. Мы немножечко так... ну как же мы? Я. Я и, собственно, вы, кто следил за моими трансляциями в последнее время, перемещаемся с юго-восточно-азиатского региона на регион Китай. И будем смотреть с вами OGA.P China. Вау, круто. Пау-пау-пау. Вот, но я, на самом деле, несказанно рад, потому что мне немножечко Азия поднадоела. Все-таки при всем уважении к командам там, там, ну, мне как-то вот не очень нравилось там смотреть игры и вообще, в принципе, не особо. Ну, мне как бы Китай всегда больше нравился, чем вот какие-либо другие регионы. Ну, имеется в виду, конечно же, не считая Европу и СНГ, да, то есть если взять там регионы такие, которые для нашего зрителя не столь интересны, как, например, Америка, Южная Америка, да, Юго-Восточная Азия, Китай, то есть всего вот этого многообразия. Китай мне как-то ближе всего и мне больше всего нравится там смотреть игры. Ну, вот, ну и плюс тут у нас вроде бы как чуть-чуть поживее будут идти катки, админы чуть пожёстче и поэтому не будет вот этих вот 30-минутных пауз между картами и это, конечно же, не может не радовать. Игры стартуют вовремя. Вот тоже очень важно, чтобы не было таких больших задержек, иначе смотреть не так интересно. Значит, собственно, первые два BO3 я сегодня буду для вас комментировать в соло. Это у нас Invictus Gaming против Aster, первая, собственно, серия, как вы можете догадаться. Вот, ну и, соответственно, драфты, друзья, на ваших экранах. Это первая игра в Captain's Mode, которую я комментирую на вот этом вот новом патче. По моим личным ощущениям, дота стала чуть-чуть быстрее, но сильно мета не поменялась. Вот конкретно вот, что касается там всяких Nature's Profit'ов вот этих вот, это по-прежнему в Nature's Profit очень сильный герой. Ладно, там Ликантроп вот этот с некрами, наверное, да, можно сказать, что его подубили. Можно сказать, что, ну, немножечко подубили Бестмастера тоже вот с этими некрами. Но, в принципе, это по-прежнему, как бы, персонажи играбельные, и ими можно, ну, в нормальных стратегиях ими можно исполнять, ими можно побеждать. Значит, Invictus Gaming забирает у нас Виверну, Марфа, Кентавра пока что. Aster забирает и у Герокоптера, собственно, как вы можете видеть. И ласт пик у нас у Invictus Gaming. Да, порядок драфта тоже, конечно же, слегка изменился. Порядок банов, да, у нас, конечно же, тоже слегка изменился. У нас 2-3-2 по банам, да, теперь не 4-1-1, а 2-3-2. То есть, в моем понимании, это должно позитивно сказываться на first пиках, то есть на командах, которые имеют право first пика. Ну, тут в этом плане я, конечно, согласен, да, что, то есть, вот, право last пика, оно достаточно, ну, очевидно реализуется, то есть ты видишь всех пятерых героев, и ты там допикиваешь хорошего, как бы, мидера. Грамотный капитан может так задрафтить, что у тебя не останется варианта на хорошую закрывашку какую-то. Вот, и на первой стадии драфта, вот, то, что сейчас пикает Aster, грубо говоря, это как раз и есть вот эта вот инициатива, да, для первой стадии драфта, вот именно вот эта вот середина, когда вот ты увидел Виверну Марфа Гентавра, пикаешь своего героя. Потом ты видишь пик четвертого персонажа, пикаешь своего четвертого персонажа. И таким образом ты, как бы, вот, можешь соперника подзакрыть на двух, как бы, пиках. Но посчитали Valve, IceFrog, что этого, как бы, недостаточно, и надо дать больше инициативы ферст-пику, сделав два бана всего лишь у врага. То есть враг делает, ну, по-моему, два же бана, да, я ничего не путаю, по-моему, два-три-два. Ну, в общем, не четыре явно, вот. Вот, и там, соответственно, ты банишь меньше героев, соответственно, больше, так называемый, хоу-пи-героев остается на доске, и ты этих персонажей, как бы, можешь себе забрать, да, там, касается, как раз, всяких Фурионов, вот, Виверн, там, вот, все, все, ой, не Виверна, там, Фурионов, вот, всяких Фениксов, там, Клопа тоже очень сильная, там, подобного рода персонажи, они могут улетать сразу же. Так, у нас Дизраптор плюс Бэтрайдер от Инвиктус Гейминг Тимастер, соответственно, да, и еще по два бана будет. Вот, и таким, и, кстати, два последних бана также еще поднерфливают Ластпик, да, то есть это, получается, довольно серьезное усиление Ферстпика, если я правильно вот себе это представляю, то есть ты можешь забрать двух, как бы, крутых персонажей, которые, вот, ты закрыл, как бы, да, врага вот своим пиком, и ты можешь вот два бана сейчас еще сделать, вот, банится Лайфстилер, как очень хороший герой против Бэтрайдера, ну, и можно, наверное, какого-то Вивера еще забанить, ну, не, решили все-таки Сларка забанить, я знаю, Вивера, может быть, не особо любят у нас в Китае сейчас, повторюсь, это первая игра, которую я смотрю в Китае, наверное, за очень долгое время, может быть, за два месяца, может быть, даже за... ну, да, наверное, где-то за два месяца, вот, ну, вроде бы, как Вивер тоже очень хорош против Бэттика, если Марфа на мид ставить, так, а пока у нас, предположительно, Ио Герокоптер, это пара героев на сейфлейне, Бэтрайдер и Ор Спирит, ну, вообще, и Бэтрайдер и Ор Спирит могут в мид идти, без каких-либо проблем, тут банится Ташка, ну, не знаю, мне кажется, Ташка не очень, какого-то нюкера, мне кажется, Астры могут захотеть взять, если это Бэтрайдер и Ор Спирит пара на сложную, то какого-то нюкера, там, не знаю, стандартного, можно пытаться взять, что-то, Войд, Спирит, Эмбер, Спирит, что-то такое, можно, можно Фин, да, взять вообще, в принципе, без каких-либо проблем, для С-Трипл-Си, хотя, чем там С-Трипл-Си играет, С-Трипл-Си на ДП, по-моему, играет, на Инвокере играет, ну, вообще, много, на чем играет, у него пул, конечно, достаточно широкий, так, ну, давайте посмотрим, что тут у нас сейчас произойдет, я быстренько покатабнусь, там, посмотреть, все ли у нас окей с трансляцией, да, вроде, с трансляцией все в порядке, так, 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 ну, и в зависимости от ласт пика, кастер, Invictus Gaming буду делать свой ласт пик, если они увидят сейчас мидера, то я бы на их месте взял бы Вивера просто, на легкую линию, даже не обязательно с ДПС каким-то потенциалом, а просто с Аганимом, будет хороший сейв против Бэтрайдера, Вайперос появляется, то есть, как бы, ну, вообще, Вайпер против Морфлинга, я слышал, что это отвратительный пик, потому что Морф превращается в Вайпер, а на Эротоксин кидает, и, как бы, ну, ну, и очень тяжело становится играть, но тут, вроде бы, так, на Эротоксин особо никого не волнует, но, не знаю, Вайпер, как мне кажется, это такой, как бы, пик, ну, не то, что от безысходности, ну, короче, Вивер тут хорошо смотрится на кэрре позицию с Аганимом, Морф Мидзи простоит против Вайпера, должен, во всяком случае, но мне все равно пока драфту Астер чуть побольше нравится, в данный момент. Мало остается времени дополнительного у Оли. Ну, как бы, что и требовалось доказать, ну, с Вивером нормально, на равных. Так, что у нас, разобрали, собственно, персонажей, да? Прекрасно, сейчас я быстренько это чекну. Да, у нас, собственно, героя всех разобрали. Друзья, спешу вам напомнить, что наш партнер из Parimatch дает дополнительный бонус к депозиту. Баннер по трансляции вы можете найти, если вы заинтересованы, можете по нему зарегистрироваться и этот бонус получить. Вот, вот, вот. Ну, а мы сейчас отправимся смотреть первую карту. Ну, а мы сейчас отправимся. 1426XXS на Бэтрайдере. Неплохой винрейт. Так, сейчас красоту сделаем. Опа! Все, красоту сделали, можно смотреть. Так, ну что, у нас все по стандарту, да? Ого, три цирклетки. Что тут у нас? Две цирклетки. Тапок Спайдермена. Здесь все вроде тоже более-менее дефолтно. Стики против Вивера, понятно. Тут, по идее, тоже должны быть стики, да? Так, Дизраптор у нас позиция 5, судя по тому, что он собирается стики покупать. И судя по тому, что он будет играть на линии с Вивером, да, против Бэтрайдера. Так, ну давайте тогда какую-то аналитику, какие-то предположения. Линия Бэтрайдера и Респирит против Вивера Дизраптора, скорее всего, проигрывает. Значит, линия Кентавр, Виверна. Так, стоит, что-то немножечко... Ну, нормально, на Роллинг Тандере выехал. Линия Кентавр плюс Виверна против Гирокоптера Виспа. При желании стоит на равных, при желании. Но если что-то делает неправильно, то и у Гирокоптера с легкостью их обыгрывают. Вот, что касается Марфа Вайпера, то тут тоже, по идее, должно быть на равных. По идее, в старом патче должно быть на равных, а в новом непонятно. По рунам 2-2. То есть, исходя из того, что я сказал, у команды Invictus Gaming должно быть преимущество. С точки зрения стадии ланинга. За счет большого Вивера, да. Вивер герой боевой, поспейсить может. А тут еще... А, а что тут в миде происходит? Погодите-ка, я не понял, что тут за терки. Morph Disruptor. Феникса... А, все, я понял. Не Феникс, Фейт. Хочет вкатиться, как-то позонить Марфа, да. Но приходит Disruptor, пытается ему помешать. Но что-то как-то такси вверх в кого ходит. Сейчас ФБ будет. Фейт ФБ забирает. Да, вот эти новые тычки от вышки. Не знаю, я слышал, что мидеры жалуются. Ну как, не все мидеры. Я просто пару нытичей встретил в ММ, которые говорили, что... Вышка бьет, неудобно не попасть по крипу. Не знаю, я пару игр в миде сыграл. Мне наоборот было супер по кайфу. Очень легко рассчитывать дэмэдж. То есть там динает, например, рэнжа. Если тычка дает три тычки... Вышка дает три тычки в рэнжа. И ты спокойно как бы динаешь. То есть ты после второй тычки сразу вешаешь динай на рэнж героя. И вражеский персонаж не может зла съедить. Ну тут реально очень удобно стало. Мне кажется, что это упростило. Оказуалили немножечко в этом плане мид противостояния. Ну лично мне так кажется. То есть на каком-то сверхвысоком уровне игры, понятное дело, я... За него не могу сказать. Пока тут у нас, значит, происходит душка Бэтрайдера. В топе Кентавр терпит достаточно сильно. Очевидно, что играя против виспа Гирокоптера соло Кентавром, ну ты там... Скорее всего... Ну посмотрите, просто Кентавр уже очень много регена потерял. Он хочет до кольца дофармить, чтобы потом купить какой-нибудь худ. Ну здесь, наверное, худ все-таки оптимальное решение. Но до кольца ты ему у него... Что, два танга у него остается до кольца? Не знаю, может еще по какую-то власку принести. Просто если у него сейчас реген кончится, он будет смотреть на крипов. При помощи реталиейта крипчиков добивает Джей Ти, конечно же. Выходит на пачку, забирает ее себе. И понемножечку отпуливает. Ну тогда ладно, тогда нормально. Виспот в этом плане не способен на какие-то адекватные действия, потому что виспот герой, который исключительно играет со своим кэрри. То есть он к нему тизерится и вот старается как-то... Ой, да ладно, Сагрил Ринжа. Но Джей Ти все равно добьет. И выводит пачку сюда в итоге. Ну нормально. Нормально. Так, Эмма левел 3, Чуан левел 3. 6-3, Вайпер 9-7, Морф. Ну вот примерно об этом я и говорю. То есть пока разница не сильно большая, но как бы на равных, да, более-менее. И тут трипла против Беттика и Распиритка. Не знаю, правда, реально не знаю, почему они решили триплой стать. Повторюсь, как бы Дизраптор и Вивер свой матчап стоят против Бетрайдера и Распирита вполне хорошо. Типа тут не требуется какого-то стороннего вмешательства со стороны позиции 4. Ну вот, и... Ну, мне кажется, это немного странно. Просто там Гир еще, видите, на Супер Фулфли фарме стоит. То есть как бы ресурсы из него не выбиваются. Ну вот, и... Да, там Кентавр, в принципе, тоже на Икспе тоже фармит, но... Так, Джей Ти. Получит сейчас ракету. Рокет Бараш. Ну, тут крипов много, да, Рокет Бараш не зарядить. Увы. По понятным причинам. Значит, весь дамаг просто распределится в крипов. Дабл дэмэдж в топе. Обязательно надо... А, не прокон... Хотя тут манговый форм есть. Опа! Подвесон. Что за подвесон? Стрим работает. Вот это прикол. Так, это не с интернетом проблема. Так, вроде реконект что-то есть, да? Забавно. Ну, что ж, окей. Вайпер. Вайпер умер, кстати. Видимо, Морф тогда с дабл дэмэджем его шлепнул. Да, один праг у Морфа, видите, одна смерть у Вайпера. Тут в итоге с Эрспиритом Вайпер убивает еще и Виверну с Морфом, пока мы вот реконектились. Ну, такое периодически случается и с дотой, и в особенности с играми на китайском регионе. Вот, потому что тут сервера как бы далеки, и периодически они подлагивают. По крайней мере, так было раньше, там, в году, там, в шестнадцатом, в семнадцатом. Ну, потом вроде эту ситуацию подправили, но все равно такое периодически встречается. Бэтрайдер заходит за вышку, получает тандерстрайк. Глимпс пока у Дизраптора не вкачан, но он Бэтрайдера не догоняет. Он очень быстрый с тапком винлейсом. Какая погоня просто лютая. Сворм есть, сворм есть. Маны на шуку... Не, маны на шукучу тоже есть. Ну, и как-то сейчас погиб. Ну, ладно, паровозик тут такой побегал, забрали как бы персонажа, но теперь нет маны на телепорт. Тут прожрал Дизраптор манго, лучше бы дал виверу манго, и тот бы ушел просто на телепорте сюда фармить. Да что, опять что ли? Да ёпперс это. Ну-ка дайте я просто в доту перезайду. Секундочку, чат. Пытаюсь реконектнуться. Если чё, конечно, всегда можно в Дота ТВ пойти. Понятное дело. Всегда можно пойти в Дота ТВ, но... Там просто дилей будет дополнительный. Не очень круто. Давайте ещё одну попытку такую сделаем. Если нас дропнет, то попробуем в Дота ТВ просто смотреть игру, потому что... Ну, вы сами понимаете, да? Лучше смотреть игру как-нибудь без лагов, чем смотреть игру кое-как вот с такими вот лагами. Как по мне выбор очевиден. Ну, дадим Доте ещё один шанс. Так, Лайфлайд окупает ПТ. На миде пока у нас у... Слушайте, ну, я думал, что Морф на равных. А Морф тут вообще прям обыгрывает Вайпера очень сильно. Боттл у него. Как бы всё в порядке. То, что Вайпер там убил Морфа вместе с Эр Спиритом, это в принципе ни на что не влияет. До этого Морф соло убил Вайпера. Вот. Но потом Вайпер как бы Морфа ошлёпнул. То есть этот фраг считается вроде бы как чуть более ценным, потому что он убил его на более высоком уровне с большим Нетворцем. Вот. Но там разница небольшая совершенно. Вот поэтому... Ну... Не стоит на этом зацикливаться. К тому же Морф это герой, который с лёгкостью парнит лес. Эр Спирит приходит в топ. Есть стампи, седьмой уровень Гирокоптер. Раскидывает здесь... Кулдаун плюс Рокет Баражи. Особо никого продамажить не получается. Но надо отдать должное. Кентавр в итоге очень достойно себя проявил. Как бы на такой линии. Вот у него быстрый Вангуард уже есть. Ну и собственно шестой уровень. Хороший, такой относительно хороший Нетворц. Так, 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 так. Вайпер подфармливает стаки в лесу. Всё понятно. Потихонечку выпадают шмотки новые. Естественно, естественно. Батрудинов у нас фармит тоже лес. Сейчас подстакает себе, да? Подстакает и через фаерфлай всё это дело зафармит. Вот то, что, кстати, морозикрипов убрали. Это, в принципе, для битрайдера, наверное, не очень круто. Потому что морозикрипов битрайдер с лёгкостью фармит при помощи фаерфлая. Вот. А обычных эншентов, там, кентавров, драконов и прочих, он фармит, конечно же, очень-очень плохо при помощи фаерфлая. Да и вообще, на самом-то деле, мрази-крипы, они для саппортов были, как бы, хорошими. Я видел там, так говорят, что в Твиттере тоже, и там на Reddit писали люди, что, ой, наконец-то этих крипов убрали. Они же, ну, блин, понятно, что когда ты играешь на каком-нибудь керри Джиггернаути, приходишь туда на седьмом левеле фармить этих эншентов, конечно, эти эншенты, хотя там на Джиггернаути как раз тоже через Блэйфьюри четвёртые они вообще спокойно фармились. Но это для саппортов хорошие эншенты. Ты, если на какой-нибудь линии играешь, ты вообще без проблем на четвёрке линии, как бы, эту пачку эншентов просто профармливаешь скиллами, потому что у них нет мага и муна хорошего. Напали на Вивера, Вивер под сайлнсом, прекрасная курса от Виверны. Хорошая контратака получилась. Можно было бы попытаться на развороте ещё что-то сделать, там, таймлапс вроде был у Вивера, но ребят немножечко побоялись. Да, переключаемся на Нетворса, 4600 у Герокоптера, 4300 у Морфа, Морф продолжает качаться в лесу без маски, кстати, играет Эмо. Сразу же выходит в пушку, вот, что вполне оправданно. У Бэтрайдера небольшие трудности здесь. В топе за Веспом Погоню. Веспа есть тизер. Он, типа, на Кентавру можете зернуться, ну, в смысле, на Катапульту можете зернуться, но Кентавра его, по идее, прессанул бы, поэтому он просто там аккуратненько ТП-шка нажал или... И был таков. Был таков. Так, секундочку. Угу. В топе падает вышка. Ну, собственно, пока на карте ничего не происходит, напомню нашим зрителям о бонусе от нашего партнера при матче, который вы можете получить, передя по ссылке, которая есть под плеером. Байнер, который есть под плеером. А вот, в итоге, ТВ-рочек упал. Ну, хорошо, затрейдили вышки. Виверна Арканы имеет. Арканы выходят в блинг. И тоже немножечко... Ну, не то чтобы необычный билд на Виверне, в принципе... Просто не метавый, скажем так, да? Сейчас метавый билд на Виверне, это через Метеор Хаммер, вроде, насколько я знаю. Был, по крайней мере, в прошлом патче. Я видел там четырёх или пятерых игроков на Виверне, которые вот как раз стапок, и сразу же выход, быстрый Метеор Хаммер делали. Без линзы, без Аркан, без чего-либо... Ну, как тут на Никсе ты играешь, да? Ну, это четвёрка Виверна, да, понятно. Хотя тут, в общем-то, Виверна тоже вроде как четвёрка должна быть. Вот, и тут у нас КК играет через блинг. Ну, видимо, его задача не продолжать Винтерскёрсом как-то атаку или, наоборот, защиту, а вот именно хорошо ультануть в Виспа. То есть он хочет, да, чтобы гирокоптер, который играет вместе с Виспом, либо под релокейт, либо под какую-то инициацию со стороны Астер, мог КК выскочить и тут же как бы Винтерскёрска вставать и прервать. Агрессию, такую вот, JT с Вангуардом протанковывает Вышку. Безусловно, он может себе позволить это сделать, поскольку Вангуард даёт ему достаточно большое количество стойкости, чтобы Тер-1 Вышку танковать, не опасаясь за своё здоровье. Так, Эншентов, почему никто не стакает? Время двина, почему никто не стакает? Опять лак. Чёрт побери, надо, наверное, сразу дисконнектиться. Ну ладно, в принципе, раз в 10 минут, вот такой, если лак происходит, то это не страшно. Давайте, наверное. Так, дисконнект. Реконнект. Раз в 10 минут, если такой лак происходит, то это не так критично, на самом деле, конечно. Обидно будет, если в каком-то решающем замесе такое произойдёт. Вот, но в Дота ТВ мы пока не полезем с вами. Так, посмотрим. Так, Морф у нас выходит... Так, стоп, погодите, он же Пушку хотел. Теперь у него Мом плюс Линка? Я в ту игру-то зашёл вообще. Вроде в ту. Да, забавно, конечно, получается. Ну, нет, это как бы тоже билд, который имеет право на жизнь, само собой. Просто немножко странно видеть именно Mask of Madness. Видимо, Эмма планирует просто морфиться в гирокоптера и нажимать флэг, и раздавать его быстренько, как бы, под Момом. Но, согласитесь, для морфа Mask of Madness это максимально странный предмет, потому что, ну, как бы, Морф не терпит сайланса вообще никакого, просто никакого ни вражеского, ни вот такого своего собственного сайланса. Он просто не терпит, потому что, ну, находясь под действием этого сайланса, он элементарно не может перекачку нажать. В общем, я не знаю, как бы, что это за приколы такие. Давайте посмотрим, чем всё это закончится. Батрайдер попадает в Статик Шторм. Должны, по идее, убить Оли, но пока он живёт, пошёл Стампид, XXS живёт, там нападает Кентавр на Вайпера, Морф подключается. А чё, Мом не жмём? А чё, Мом не жмём? Ну-ка, превращай... Так, понятно. Так, прилетает Виверна, курса пошла в Аэр Спирит, она бьёт только гирокоптер. Проблемы у Виверны. Да, конечно, Колден Брей спасёт тебя. Виверна, бежи дальше, Дезолятор. Себе приобрёл. Решил пока играть в ДПС. Ну, учитывая, что ты кэрри Вивер, конечно же, раш с Аганим не стоит, явно. На этом персонаже, это само собой, да, то есть это не тройка. Но, скажем так, смысл, как бы, Аганим приобрести есть. Вот в таком драфсе. На кэрри Вивере, именно на кэрри Вивере, да. Есть, есть. Так что, ну, пока он планирует ещё БКБ приобрести, но, опять-таки, тоже, как бы, нормально для кэрри Вивера. То есть, в принципе, кэрри Вивер, если всё делает правильно, он фарм аккумулирует достаточно быстро. Вот. В активной игре, естественно. Потому что сам по себе Вивер обладает средним потенциалом фарма, да, средним потенциалом наращивания ГПМа. Опять-таки, если мы сравниваем Вивера, да, по шкале, там, где-то от 0 до 10, где 0, это какая-нибудь, я не знаю, кто тут нереально медленно фармит. Ну, как какая-нибудь Спектра, наверное, да, там, без Сол Ринга, без Некров. Ну, это не 0, наверное, там, может быть, есть ещё 1, который фармит помедленнее. А 10 это Алхимик с Родианцем, да. Вот по вот этой вот шкале Вивер где-то, наверное, на шестёрочку, на семёрочку. Да что ж ты будешь делать-то, ёпп. Аегис забирает Инвиктус Гейминг, но у нас опять лак, друзья. Ну, давайте, всё, последний шанс я даю, последний шанс. Я даю этим серверам, потом идём в Дота ТВ. Вот, но если ты на Вивере дерёшься с вражескими персонажами, а не стоишь, как бы, вот, не АФК, просто бьёшь кайпов, что называется, да, то, в принципе, и выживаешь в драках, то ты фарм достаточно быстро аккумулируешь. После того, как забрали Рошана, Инвиктус Гейминг отправляются в Тинфайт. Пошёл колдаун, должны очень быстро убить Дизраптор. Дизраптор не успел разуйтиться. Эмма получает ракету. Флай-флай выходит вперёд и хочет как-то, может быть, тут ещё повоевать, но на хайграунд идти нет особого желания, поэтому расходятся, разменяв пятёрку на четвёрку команды. Ну да, видно, что чуть-чуть побольше стали давать, да, вот за такие 240-200 здесь по одному фрагу на команду, с учётом того, что тут по 40 голды потеряно. То есть, если не учитывать вот эти вот потери, то это получается 280-240 примерно, да, 238, если быть точным. По голде. Так, как бы, наверное, за такие фраги в прошлом патче это было бы где-то 170, да, примерно. Ну, как бы, разница есть, согласитесь. То есть, как бы, Дота должна чуть подинамичнее, вот в моём понимании, в моём ощущении сейчас. Вот это, конечно, не может не радовать, потому что вот та Дота, которая была в позапрошлом патче, меня вообще полностью устраивала по динамике. Так, нападают на Виспа, Висп, Тизер, есть Мека, Морф даёт на Дептим. Очень больно по боке, курса отличная пошла. Плюс ещё, ну, в итоге, как бы, Глимса бы хватило, но ладно, курсу потратили, не страшно. Цепанули, кстати, к Шторм Эр-Спирита, Морф превращается в Эр-Спирит и вкатывается в него, убивает. И это дабл-кил для Эмма. Ну да, прогадили Астер просто Рошана, и сейчас платится за это, собственно, тем, что Инвиктус Гейминг позволяет себе играть довольно нагло. Морф просто райт-кликом забирает себе линкен-сферу, с ума сойти. Просто райт-кликом, друзья, забирает линку. Очень быстро падает тир-1 вышка в боте. Как дела у Гирыча? Гирыч Аганим приобрёл достаточно давно, сейчас пытается выформить Блэкинг Бар. Блэкинг Бар штука полезная. Лассо в Кентавра. Кентавр немного заигрался, нажал стампид, но, конечно же, куда он на этом стампиде отсюда убежит? Только в таверну. Так, и можно сейчас побить, собственно, тир-1 вышечку в центре из-за вот этой вот смерти Кентавра. Допускает у нас Джейти довольно такую неприятную ошибку, то есть эта вышка бы ни в коем случае не упала, если бы он не погиб. Так, Морф после линки что захочет? Это Морфа, кстати, видно. У него Егис, мужики. Вы в тайминг вообще выходите-то? Нажал Морф. Так, пошла курса. Виспай, Морф. В Адептив. Линка сбивается. Перекачка пошла. Статик Шторма нет 5 секунд. Чуану плохо. Вивер начинает бить Чуана. Хороший тизер плюс Мека. Игроки Командастер пока что живут. Вивера просветили. На него летит ракета таймлапс, но ракета летит за ним дальше. Прекрасный стан от Кентавра. Но есть чем продолжить? Кентавра. Статик Шторм. Вроде что-то получается. ВКБ Гирокоптер начинает раздавать. Эмма бьет на перекачке. Еще и под Момом. Забавно. Забавная комба. Кентавра пытаются как-то там оттолкнуть, чтобы он в нейротоксине не умер. Но пока Астер потеряли двух своих коров. ХХС пытается уйти. Получает адептив. Что по Виверне. Забиверна с даггером. Там Вивер погибает. Блинкает СКК. Подрубает Арктик Берн. Замедляет ХХС. Эмма. Немножечко перекачался. Вейвор плюс адептив. И конечно же Бэтрайдер тоже здесь погибнет. Драка получилась в итоге 3 в 3. Да? Я так в разумении. Не 4. 4 в 3. С учетом того, что поражалась БКБшка у Гирокоптера, в принципе не так страшно для команды Invictus Gaming. Как бы их драфт... Ну вот как вот у нас любят говорить очень и люди в чате, и аналитика, да? Очень любят говорить, что... Ну типа... В лейте драфт А сильнее драфта Б. Ну естественно это... Упрощенный вариант аналитики, потому что на самом деле такое понятие лейтен, но достаточно относительно, согласитесь. Так, а у нас кстати появились... Появились и снова исчезли. Да, коэффициенты. Я там хотел глянуть на кэфы, которые сейчас выдают. Я видел там, что в чатике... Так, и у нас опять лаг. Быстренько реконектимся. В чатике там люди писали, что на... Астр вроде бы там коэффициент был, типа чуть получше. И все спрашивали, а что Астр, типа Invictus Gaming выигрывает? Что выигрывает? Выигрывает? На самом деле Астр-то неплохо в последнее время играли. Давайте зайдем, наверное, уже в Dota TV. Это уже просто... Так, а че не так-то? Блин, надеюсь, что это пофиксится, чат. Потому что... Ну это вообще не камильфо. Не знаю, ну вряд ли это что-то у меня. Вряд ли это что-то у меня. Не знаю, как там у китайских, у англоязычных кастеров у них. Все там в порядке. В этом плане вылетает, Dota не вылетает, но... Просто я пытался сейчас зайти в Dota TV, а меня не пускала почему-то игра. По каким-то причинам странно. Ладно. Так, остановились мы на том, что Invictus Gaming выиграли... Ну, не выиграли, а разменялись. Разменялись 4 в 3. Вот здесь вот на своем лесу заставили гирокоптера поражать БКБ. То есть с учетом того, что это размен 4 в 3. И опять-таки, позвольте мне мою фривольность, чтобы я мог сказать, что лейт команды Invictus Gaming сильнее. Ну, опять-таки, потому что оперировать с таким понятием, как лейт, это... Ну, довольно грубая, как бы, на самом деле, ошибка, потому что правильно оперировать с таким понятием, как темп. А темп это... Параметр, который более точно описывает ситуацию на карте в игре. Хотят дефить эту тир-2 вышку. Это довольно опасно. Эту тир-2 вышку обычно не дефают. Таким вот образом, X-XS врывается, пытается спонуть Бэтрайдера. Ой, Бэтрайдера, боже, Бэтрайдера пытается спонуть Дизраптера. Дизраптер за саймом забивает. Эмма превращается в гирокоптера. У Эмма еще не сбита линка. Пока погибают у нас два героя у команды Invictus Gaming. И один у Астров. Лайфлай пытается убить Бэтрайдера. В самый последний момент подрезает его и уходит на таймлапсе. Размен 2 в 2. Тройка-пятерка на тройку-четверку получился. Да, такой трейд. Вот. Другой на гирокоптере. Вот с этой стороны прожат Блэкинг Бар на Виве. То есть в целом, опять-таки, на мой взгляд, на мой взгляд, этот размен более... Ну, этот размен 100% более выгодный для Invictus Gaming. 100% выгодный для Invictus Gaming. Без вообще каких-либо комментариев. Они в довольно плохой позиции, находясь, смогли задефать эту вышку. Вот. И... Ну, в итоге... Еще и по БКБшкам очень выгодно разменялись. Так. Ну, собственно, тут появились кэфы, но они появились только на... На-на-на-на-на-на. У нас на вторую карту. Это 1.70 на Invictus Gaming, 2.08 на команду Aster от наших партнеров при матче. Вот. Там что-то... Подзбоять немножечко кэфы. Но я так понимаю, как бы изначально коэффициенты на этот матч тоже были такие вот... Немного как бы похожи. Так. GT на него делается релокейт. И его должны забрать, если я не ошибаюсь. Да, его забирают без каких-либо проблем. Четенько. Четенько. 25-ая минута. Тут по баунти-рунам надо поработать. Нашли виспа. Висп тезерится к рейндж-крипу. Его ловят в сетку. Че по глимсу? Глимс есть. И, безусловно, это для Бубоки смерть. Так точно. Блэдмейл у Кентавра появляется. Блинк, Блэдмейл плюс Вангвард. На самом деле, Блэдмейл в нынешнем патче довольно полезный предмет. И все персонажи, которые этот Блэдмейл приобретают, они должны быть чуть более метровыми сейчас. Имеется в виду Легионка. Акс вот такой вот. X-XS врывается. Но там была линка, его глимсует обратно. Он не стал пытаться даже забивать. Прекрасный кюрсат для того, чтобы под сетапить враг. Но тут гирокоптер выходит со спины и без виспа уничтожает двух героев, двух саппортов команды Invictus Gaming. И даже несмотря на такой хороший, казалось бы, сетап со стороны Виверны, ничего сделать не получилось. БКБшки не прожали. Да, что по Рошану-то? Кто у нас? Флайфлай снэтчет Aegis of the Immortal. То есть Рошана, бабки с Рошана получили Астер. Получается, да? С-Трипл Си берет себе, хочет Скади себе. Скади апали в нынешнем патче тем, что подрезали цену Ultimate Orbo. Так, цепанули Моркинга, сбивом у Линкетс Вера. Очень быстро его пытаются забрать. Но он под Сайленсом жмет сыр. Есть там Пит, Эмма превращается обратно. Куда? А перекачка? А он Мом? Он Мом нажал? Он нажал Мом и не перекачался? Окей. Да, мемного. Ну вот об этом я... Ну какой Мом на Морфен? Ну типа это что, пранк что ли какой-то? Он же реально нажал Мом и не перекачался. Чат, вы видели? С ума сойти. Так, новые шмоточки. 27-ая минута. Паладин Сорд. Тут же, тут же, немедленно Герокоптеру отдаем. Ну и по поводу Скади, там же его еще по параметрам апали. Правильно я понимаю? Так, Скади, Скади, Скади. Health Reduction increased на 5%. И Slow увеличен для ранжевиков на 5. Ну, для милишников тоже на 5, да. Понятно. Ну да, то есть с учетом того, что там подешевле чуть-чуть стал Скади, плюс снижение Health Reduction, плюс дополнительное замедление, то есть это как бы все вкупе дает дополнительную мотивацию Скади приобретать, но я повторюсь, на Герокоптере все-таки, ну вот именно базовый билд через Сатаник, да, у тебя Аганим синергирует с Сатаником, у тебя Паладин Сорд, как бы Паладин Сорд плюс Сатаник это нереальная комба для Герокоптера, просто нереально. То есть там во всяком случае в старом патче там настолько жесткий хил был, что каждая тычка вот без включенного Сатаника под Паладин Сордом и еще под каким-то Владверсом это примерно то же самое как и с Сатаником, ну там поощущалось примерно так же. Вот, ну ладно, С-Трипл Си по понятным причинам берет здесь Скади, Скади хорошо работает против Морфа, Скади хорошо работает против Колден Брейса Виверны. Ну на Колден Брейс Виверна в принципе это не чихать, что он там своим Колден Брейсом пытается сделать, а против Морфа в принципе предмет неплохой. Сам Морф тоже как бы у нас Скади приобрел для того, Морфе конечно пепега вот максимальная, потому что ну в моем понимании то есть этот драфт он должен, вот я как бы угадал с Лас Пиком Вивера, но я угадал потому что в моем понимании реализация этого драфта выглядела следующим образом. Лайнинг у Инвиктус Гейминг плюс-минус хороший, у них большой Вивер там, ну в итоге у них еще и Морф оказался большой, да, вот. На Вивере, ой собственно да, на Вивере там какие-нибудь Молнии, Дезолятор там, ладно, Аганим потом, после, ну там после БКБ, до БКБ, пофиг, вот, как угодно. А Морф просто берет себе стандартную пушку-манту БКБ, Скади и Сатаник, и все, и ему как бы начихать просто идет, превращается в гирокоптер, всех начинает расстреливать, его хватают в Лассо, в Лассо Вивер в него ультует, он как бы из Лассо сразу выходит, вот, и чувствует себя максимально комфортно, а тут он уже с этим Момом два раза умер как-то, хотя один раз, да, он умер с включенным Момом, там у него Аегис тогда был, когда он Момом проезжал и умер, так что это в принципе не считается, но вот потом, как бы пушки у него нет, не знаю, по-моему, пушка на Морфе, это билдообразующий артефакт, ты почти всегда, как бы, пушку делаешь, даже против драфтов, где там какие-то пайпы, БКБшки, или там иммунг магии есть хорошие, ну, в общем, ладно, хозяин барин, посмотрим опять, чем все это закончится, Рошан у нас может зареспауниться через 4 минуты, Скади появляется у Гирыча, Скади появляется у Гирыча, да, Сайдкэнон, конечно же, работает с так называемыми орбэффектами, но зумеры как бы не в курсе, что за орбэффект, поэтому поясню, раньше такие артефакты, как Дезолятор, Морбит Маск, и все, что с ней связано, там, Сатаники и прочее, Скади, это были так называемые орбэффекты, которые не стакались друг с другом, да, и не все вот так очевидно было, как вот это все работает, например, у Медузы, у нее так называемые орбэффекты, они на сплитшоте не работают, да, как вы знаете, то есть, если ты на Медузе приобретаешь Скади, так, спанули Марфа, сбив ему Ленкенсферона, он успел включить перекачку, хорошо, что Мом не успел включить, пытается уйти на стампиде, вейвформ, под Спирит Вестелем, вроде как живет, хотя, Фейт не теряет надежды его цепануть, и Ма улетает на Роллинг Болдере, хорошая курса, но хороший релокейт, но хороший релокейт, отличная работа от Бубокича, Бубокич, спас свою четверку, четко, ну вот, на Медузе, в общем, со сплитшотом, как вы знаете, не работает, а вот у Герокоптера Сайдкэнон работает, да, то есть это, на нынешнем языке доты это называется не орб эффекты, а так называемый модификатор атаки, вот, и они все, собственно, друг с другом сейчас работают, и на Сайдкэноне тоже они работают, и на таком герое, как Медуза, они тоже работают, если ты соответствующий талант берешь на 25 уровне, ну вот, поэтому, поэтому агоним на Герокоптере и популярен, то есть если бы агоним на Герокоптере не давал бы вот эту вот тычку, на которую распространяются модификаторы атаки, поверьте мне, агоним бы на Герокоптере никто не брал, как бы прикол именно в этом, что ты можешь купить Сатаник, тебя могут застанить, как-нибудь там, допустим, прыгает, воет, ставит на тебя хроносферу, а у тебя есть Сатаник плюс паладин сорт, ну и что ты стоишь с сайдкэноном, отхиливаешься в хроносфере, как бы, тебе пока отдыхаешь, ну вот, а если бы этого эффекта не существовало, этот бы агоним на Герокоптере никто бы не брал, все бы играли в старые добрые вот эти вот билды ПТ, Молнии и БКБ, ПТ, Молнии и БКБ, бабочка, вот так бы, наверное, собирались, как-то в далеком 2014, отдыхает Чуан у нас на горочке, обстановка по кайфу, ну у него, понятное дело, тут паучьи лапки, он сейчас пустит, он хоть тактически важную позицию просто занял, я так понимаю, игра у нас идет до Next Roshan, да, мы ждем, да, когда заспавнится Roshan, команды пойдут его контестить, с обо собой, ну, Морф у нас, наконец-то, Black King Bar приобрел, 21 уровень, таланты тоже, хотя таланты странные, вот на 15 уровне, почему не взят талант на, понятно, отличный лак прямо во время смоука, почему не взят талант на длительность ульты, вроде бы как взяли Морфа специально для того, чтобы подкантривать гирокоптера, да, чтобы превращаться в гирокоптер, нажимать флэка, расстреливать, вот, на длительность ульты не взяли, хотя там может быть у флэка настолько большой кулдаун, что ты, ага, ну тут понятно, короче, да, отличный лак, прям очень своевременный у нас произошел прямо во время тимфайта, погибли два саппорт-команды Астер, также несколько героев у Уинвиктус Гейминг отправили в таверну курса для того, чтобы перегруппироваться, вивер пытается отступить, дизраптор без ультимейта, убили Морфлинга, Морфлинг, ну, тут видно, но он видно, что перекачался, то есть с момом у него проблемы вроде как не возникло, ну, короче, короче, как-то так, да, и файт-рекап у нас тоже, конечно же, с того момента, как мы реконектнулись, поэтому, блин, какая жесть на самом деле, как же вот не вовремя все вот эти вот лаги происходят, так, эту драку, наверное, Астер все-таки, да, выиграли, правильно будет сказать, что они смогли тут хорошо повоевать, там байбеки же еще были, ну-ка давайте посмотрим, кто выкупался, значит, Кентавр выкупился, Эр Спирит выкупился и Дизраптор, то есть тут еще два байбека, Кентавр Дизраптор, байбек только один, плюс еще размен более выгодный для команды Астер, с той точки зрения, что они коров своих не потеряли, а Инвиктус Гейминг коров потеряли. Легкий фраг для Инвиктус Гейминг, подрезали фейда. Повезло Инвиктус Гейминг, что Рошан не заспавнился, то есть тут они потеряв морфа, могли бы просто отдать Рошана, вот в этом плане, конечно Дота тоже, конечно, лютый рандом, когда только некоторые шмотки появлялись, да, нейтральные, многие люди жаловались, типа, о, рандом, типа, нет, не круто, не честно, я, конечно, тоже был одним из тех, кто критиковал нейтральные предметы в том виде, в котором они были изначально, в том виде, в котором они есть сейчас, это нормально, в том виде, в котором нейтральные шмотки существовали в самом первом патче, это явно ненормально, вот, но тем не менее, Как бы в доте полно другого рандома Вот, например, сейчас, да, вот Астер Взяли, хорошо подрались Молодцы, молодцы Круто все сделали Круто все сделали А Рошан не заспавнился А если бы заспавнился, они бы уже, наверное, одной ногой На вражеской базе бы находились Если бы Рошан бы заспавнился Нападает на Чуана Чуан вовремя жмет по КБшку Ставится сразу же Observer War Тут команда Рейдинг, чтобы здесь удобно было драться Хороший тизер Попытка сделать релокейт Хороший релокейт Стампит Пытаются Invictus Gaming перегруппироваться И, ну, Бобока сейчас вернется Будут ли его пытаться ловить Ну, видимо, не особо, да? Да, не особо Он там в хорошей позиции Дабл дэмэдж в боте заспавнился С-Трипл С Идет дальше Чекнул руну Морг превращается в гирокоптера Сбивается у него Линкен Сфера С-Трипл С Жмет ВКБ на всякий случай Чем временем Вивер зашел за спину Убил Убил Виспа Это довольно важно Висп выкупается Вивер без Блэкинг Бара У С-Трипл Си нет Сатаника И поэтому К тому моменту, когда герой Ой-ой-ой-ой Перекачки-то нет Перекачки-то нет Перекачки нет БКБ-шка Боже 85 секунд Отличная работа Икс-эксэс Просто батя Просто батя этой игры Влетел Убил Морфа Очень круто сыграл С Билл Форстафом Линку Вот это, кстати, тоже Довольно странно Почему игрок должен успевать Это все контролить То есть Тебе Линкен Сфера Для чего вообще Линкен Сфера Для чего вообще Линкен Сфера Нужна такому герою Вообще, как Морг Чтобы у тебя была Вот эта вот микросекунда На реакцию Для того, чтобы нажать Перекачку Вот, а ему как бы Икс-эксэс Прилетел Успел сбить Линку То есть там У него реально где-то 4-5 десятых секунды Было для того, чтобы среагировать Если что Время нормальной реакции Человека 0,2 секунды Ну или 0,25 Если более точно быть Да, секунды Четверть секунды Время реакции нормального человека В инете есть тест Который там Так, тут у нас Погодите Опасный момент Джей Ти Ворует Ах О, что? Так Курьер с Аганимом умирает Это Олиевский, да? Курьер с Аганимом Погодьте Я что-то не понял Что вообще произошло Релокейт на мид Здесь Дизраптор Умирает в итоге Блин, надеюсь Игра сейчас не закончится Я хочу посмотреть Что там Где какой сыр Где что Сыр своровали Да, еще Неужели там и Аганим украли Там Курьер Типа Аганим украл Там у кого-то Умер Курьер с Аганимом Да, вот Курьера убил Чуан Но это ж Аганим Типа эссенция Аганима Там была, да? И что? Стрипл Си Жмет БКБ Шкуп пытается расстреливать Очень сильно Сатаника нет Сатаник Где твой Сатаник? Стрипл Си Дружище мой Ну и Чуан Сейчас тоже будет погибать Нажмет БКБ Но у Марфа слишком много Дамага Даблкил Пошла Курса Перегруппировывается Командой Виктус Гейминг Фатрайдеру плохо Икс Эксес Умирает в итоге Флай Флай Пытается съесть Бубоку Бубока Тоже Нет, все-таки живет Фейт Телепортация Вейформ Адептив И да Это минусор Спирита Успели забрать Т3 вышку Успели забрать Ранжовый Барак И почти забрали Миличный МКБ появляется У Герокоптера МКБ Но там нет Там бабочек Вообще А зачем? Бррр Ладно Может быть на опережение Купил Этот Манки Кинг Бар Но опять-таки повторюсь Это покупка весьма странная Сатаник ему нужен Сатаник Сатаник Может я конечно не шарю в новом патче Там Сатаник говорят Хотя Ну просто всю вот эту механику Немного переработали Инвиктус Гейминг тут же идут в трон Что по Курьеру 50 секунд Курьера Дизраптора Да Вайпер выкупается И команда Инвиктус Гейминг уходит Так Мне вот сейчас очень важно посмотреть Неужели там Курьера Маганим украли Потому что Ну Я вообще тогда Ну просто не знаю Как Астру умудрились Отдать и Аегис И Сыр И Аганим Эссенцию Аганима Сыр вот ворованный Джей Ти украл Сыр Когда ворвался Он украл Сыр И Аегис Так у нас новые шмотки С 37 минут Спелл Призма Падает Так сразу я Дизраптора выделю 15 секунд Если там Эссенция Аганима Я умываю руки Чат Серьезно Ну тут как бы Дизраптор и так На самом деле Почти до Аганима Добрался Но просто он сейчас Купит тебе еще и блинк Не не Я все таки закупил Погодите Пойнт бустер взял Так Курьер Дизраптора Да Эссенция Аганима А что А кому тогда Неужели Виверу Боже Точно С ума сойти То есть Дизраптор в итоге Аганим сейчас докупит Сам А тут Виверу еще Эссенция Аганима долетела Вы представляете себе Вот Ну просто вдумайтесь В это То есть Инвиктус Гейминг Ворвались Украли Аегис Украли Сыр И украли Аганим Вообще все украли Срошана Только деньги С Астер получили С ума сойти А Цэконешнумэмно Так Тут у нас Рефрешер чей-то Виверновский Что ли Рефрешер Да Виверновский Рефрешер Для двух Ультимейтов Дизраптор Может Аганим Себя приобрести Ну да Вроде бы Такое распределение Благ Оно Более правильное Чем то Что я предлагал Ну типа Дисенцию Аганима Дизраптору Плюс Блинк На нем приобрести Хотя Хотя Учитывая то Что там Байбеков Довольно мало Сейчас у команды Астер Давайте переключимся Ну то есть Прыгнуть Просто закрыть Вейпероса Какого-то И все Там его правда Релакиту Могут засейвить Ну ладно Так Бабочек Бабочек Я так понимаю Ни у кого Не появляю А нет Бабочка Вот планируется Уже У морфа Сатаник Бабочка Он Mask of Madness Разобрал Конечно же Рефрешер На Виверне Но Нет никаких Гарантий Совершенно Победа С-3пл-С Еще одна курса Беспа Убивают Минус Бутрайдер Минус Висп Морфа Также убили Он По каким-то Причинам Ладно Он был и так Перекачан Мне просто Сказалось Что он быстро Склеился Оля еще Со статик Штормом Саганим Пытается Перегруппироваться Отступить Но его здесь Его здесь Да Поймают Убьют Морф Выкупился Учитывая Что у Виспа Нет бая Еще полторы Минуты У Бутрайдера Нет бая Потому что Он беден Как церковная Мыш И Не хватает ему Бабулесов Для того Чтобы выкупиться Но с учетом Того что нет Виспа Надо наверное Пойти Товарищам Пойти Что-то сделать Пойти Ладно Тут еще и Раптора нет Верно вроде бы Как Смоук Покупает Но стоит ли Но стоит ли Так Так Лайфлай С гемом Со спеллпризмой Сколько у него КД на ульте Со спеллпризмой 12.8 Жестко Так С трипл С Не ну вроде Вот 1200 хп Это конечно Много Но блин Неужели Левелер хуже Левелер понятно Зачем С трипл С держит Для того чтобы Выиграв Тимфайт Просто пойти Трон сломать Да Потому что Левелер дает Скорость атаки Бешеную И при этом Ты больнее Вышки Бьешь Вот Поэтому Поэтому В рукаве Так сказать Левелер Держать нужно А какие вообще Альтернативы У гирокоптера Есть Давайте посмотрим Хавок хаммер 30 дамага 18 силы Минотаур Хорн И Левелер Ну не знаю Мне кажется Мне кажется Что просто Вот этот Предмет Намного Лучше Честно Хорошо Потому что Дезраптор Дезраптор Не хватает Не отхиливается БКБ Морфом Гирокоптер Это Почему МКБ Вперед Сатаника Там Было Два Момента В игре Когда Сатаник На гирокоптере Переворачивал бы Исход Тимфайта То есть Он как бы Купил МКБ Ну Можно сказать Что на Опережение Но Там Очень Долго Потом Не Морф Ну Морф Очень Долго Бабочку Не покупал Согласитесь Блин Жестко Конечно Давайте Посмотрим На Послематчевую Статистику Что там Интересного Нам Дота Покажет Подмогу Гирокоптер Больше всех Надамажил Вообще Среди Среди Всего Многообразия Ну Я говорил Что драфт Команды Invictus Gaming Мне нравится Как бы С учетом Ластпик Вивера Драфт команды Invictus Gaming Мне нравится больше С учетом Ластпика Вивера Который Тоже Как бы Был предсказан Но Блин Игра пошла Прям по очень Какому-то Извилистому Сценарию То есть Должно быть Намного Все проще Как мне кажется Для IG В этой игре Можно было бы Ну Как-то Чуть понадежнее Сыграть А так Согласитесь Игра Очень Валидольная Очень Валидольная Куча качелей Куча переворотов Ну Оно и Классно Конечно Что Игра Получилась Такой Именно Вот Ну что Уйдем Наверное На Небольшую Рекламно-музыкальную Паузу Напомним Только всем Нашим Зрителям Что Наш партнер Париматч Раздает Бонусы Которые Вы можете Получить Зарегистрировавшись По ссылке Которая Прикреплена К баннеру Следующая Карта Должна Начинаться Довольно Скоро Перерывы На этом Турнире Небольшие Вот Это у нас Бео Трисерия Так что Имейте Ввиду Что Если все-таки Астр выиграет Вторую карту У нас будет Еще и Третья Карта Ну А пока Немножечко Музыки И рекламы И Мы вернемся Когда Начнется Драфт Следующий Картер